Здравствуйте, друзья! Намасте! Это Олег на канале IndiaMagicTV. Все побережье острова, но один большой пляж. Тут центральная железнодорожная станция, называется Форт, и мы на нее едем. Почему Венера была без рук? Привет. На Туртуке едем на станцию железнодорожную, которая называется Форт. Называется Форт, но Форта там нет. Он когда-то там был, а сейчас от него ничего не осталось. Зато центральная железнодорожная станция, называется Форт, и мы на нее едем, чтобы прокатиться на местном поведении. Вдоль берега моря он идет. Говорят, очень красиво. И там есть какой-то хороший пляж. Вот на этот пляж мы хотим съездить. Сегодня до центра Коломбо на Тук-Туке, вызванном через Юбер, стоит доехать 380 рублей. Когда-то 600, когда-то 500, когда-то вот 380. Непонятно, от чего это зависит. Может, от дня недели или от количества пробок на дороге. Не понимаю, почему разная цена всегда. Расстояние же одно и то же. Водитель у нас модный. Прическа такая у него. Кришнаистская прическа, кстати. Вот это. Вот так нужно объезжать пробки по встречной полосе. Он почти всю пробку объехал. Но потом заехал в пробку все равно. Все, мы приехали. Рикша даже дал сдачу с 400 рублей. Молодец. Вот она, эта станция центральная железнодорожная Коломбо-Форд. Нам сейчас надо будет купить билетики. Окей. Вот здесь, наверное. Покупай два билета. Вот, друзья, круто. Мы сейчас поедем вот с этой станции на поезде. Вот такой картонный билетик, как раньше у нас был. Я помню, были тоже картонные билетики на электричке. Мы на пятой платформе. И сейчас должен прийти какой-то поезд. И мы на нем можем доехать до пляжа Панадура. Этот поезд идет дальше. Про него мы узнали из карт Google. На этом поезде мы можем доехать. Есть еще поезд, который идет через полтора часа. Он идет именно до Панадура. Его конечная станция. Я бы в дорогу купил какую-нибудь бутылку чего-то. Готтмилк, козье молоко. Алоэ. Вот Готтмилк, смотри. Большой какой. Наш поезд идет. Все повскакивали, все готовятся к забеганию в вагон. Такой прикольный вагончик. Они-то сейчас выйдут, эти пассажиры? Да, нифига, за полгин. Да. Да не так уж и. Да, сядем. Давай вот сюда. Блин, там где-то уже. Вон туда. А где будет сон, это поезд? Где будет море? Вон у сета. С этой стороны. Нормально. Садись ки сюда. Давай, я буду снимать. Вагончик похож на поезд Шатабди сидячий в Индии. Я думаю, что он и сделан в Индии, этот вагон. Скорее всего, потому что мне сказали, что здесь не производится. Вообще. Транспортные средства в Шри-Ланке не производятся никакие. Все то же самое. Вон место для бутылок. Здесь откидывающийся столик. И такой же точно вагончик. Багажные полки. Что, вполне себе комфортабельное. Средство передвижения более комфортабельное, чем наши электрички. Поехали. Нам сказали, что океан будет с этой стороны. Поэтому мы пересели вот на эту сторону. Едем мы спиной вперед, так сказать. Задом наперед. Вагон так прицеплен, да, что в сиденье именно так. Парень продает ананасы. Видимо, пошел, купил ананасы где-то оптом. Почистил, порезал и ходит, продает. Интересно, сколько стоит. Может, купим по ананасу. Окно можно закрыть, но я не думаю, что когда-то кто-то здесь его закрывает. И вот мы можем смотреть сюда наружу. Очень красиво. Бескрайний океан. Так непривычно, да, что там. Мы привыкли в Владивостоке, что там что-нибудь есть. Там русский остров или... Карабос. Да, или песчаный. А тут ничего нет, тут уже открытое море, да, и там корабль большой какой-то стоит, танкер вроде. Еще какая-то станция, но очень часто. Ну, здесь типа городской пляж в черте города, который находится. Конечно, минус этих пляжей, что они находятся рядом с железной дорогой. Ну, а с другой стороны, какая разница искупаться, прийти, если просто окунуться и уехать домой. Например, вы живете в Коломбо, приехали после работы сюда, искупались, поплавали немного и домой. Там дядька продает детские книжки, сингальские, там на сингальском написано, наверное. Рыбаки, наверное, да, здесь вот, рыбацкие, такие деревеньки. По всему периметру острова эти рыбацкие деревеньки, множество здесь. Потому тут рыбы и дешевле овощей, эта рыба. Вот это Маунт Лавинья пляж как раз и есть, на котором мы были. Сейчас будем проезжать этот большой дорогой отель. Большой, красивый отель. Но отсюда он не очень красиво смотрится. Он красиво сверху смотрится, когда его снимают с дрона. Вот он. А вот зачем, кстати, стена такая? Отделить домики от железной дороги? Так люди живут здесь на пляже. И главное, что у них чисто тоже, смотри. У них нет грязи каких-то, кучи мусора. Вот даже пустырь. Ну, какие-то есть тут немножко, но это не сравнить, как в Индии, где идет поезд, вот эта железная дорога. И вот эти там трущобы около железной дороги, около Дели. Здесь совсем по-другому. Там есть нормальные домики. И прямо примыкают они буквально же, ну, 3 метра от железной дороги, от поезда. Можно дотянуться. И нет бумажек, нету никакого мусора здесь. Вот Каралавелла называется эта станция. Ну, и эта деревня, наверное, и пляж тоже. Сушат белье, раскладывают прямо на земле и сушат. Камушками придавливают, чтобы ветром не сносило. Я бы, наверное, тоже так же сушил, наверное, здесь и прижил. По сути, тут везде пляж, все побережье, острово, но один большой пляж. Здесь деревенька просто вот такая. Я бы сейчас чего-нибудь съел, да? Найдем день поездить. А там, наверное, будет еще не дай. Нет, лучше где-нибудь в самой деревне, чем на пляже. Через переезд и идем в Голубь. Там будет какая-то это? В Голубь деревня. Типа мороженое я там видел вчера. На пляже, что ли? Не на пляже, а подходя. Да, здесь вот такая. Вот деревня. Колумбийская, вернее, шри-ланкийская деревня. Вот так вы видели. Уже, конечно, это не Коломбо. Здесь бетоночка. Уже не асфальтик, как в нашей деревне, в Коломбо. Но, тем не менее, бетоночка, да, она вот уже более широкая улица, такая красивая. Но здесь почему-то нет ни магазинов, пока я еще не увидел ни одного магазина. После поворота. Да, и кафешек никаких еще нет. Это чисто местное население. Ну, понятно, но они же местное население, они же где-то покупают еду себе. Где-то тут есть центр этой деревни, где рынок у них. Как всегда, на перекрестке вот у них часто эти маленькие буддийские храмы, такие алтарики. Там уже море, а здесь что-то, кафе какое-то. Но оно такое, кафе, мороженое. В принципе, что-то тут что-то. Хотя бы, может, мороженого поесть. Заказали мы какие-то мороженые, называются они специальные, special, особенные. Видимо, огромного размера. Какое-то супер мороженое. Стоит оно 130 местных рублей. А здесь у них дом. Они здесь живут просто. Они тут живут, тут же у них магазинчик. Да. Живут около моря люди. Ни о чем не тревожатся, я думаю, не беспокоятся особо. Живут в 10 метрах от моря. Да. У них магазинчик. Здесь вот у них комната. Там диванчик, швейная машинка моторизированная. Все нормально. Все хорошо у них. Да, вот это называется special ice cream. Особое мороженое. Стоит 130 рублей. 130 рублей. Это меньше, чем 1 доллар. 180 рублей. Это 1 доллар. А это что такое? Супер стороны окна нет? Какой-то бункер какой-то. Да-да-да. Да-да, там магазинчики есть. Может, и еда есть. Пойдем сходим. А вот интересное. Пойдем. А вот это монумент какой-то. Дядечка лежит. Золотые львы Шри-Ланки. Вот кафешка. Можно поесть пончиков. Вот это же просто пончики. Ну, да. Наверное. Ну, там какая-то начинка есть, наверное. Интересно такое. Все деревянные здесь, деревянные постройки. У них дерева здесь много. В Индии ничего деревянного нет. А тут из досок все. Это характерно. Я заметил, здесь много дерева. Вот такая кафешка здесь, друзья. И мы попали в индийскую кухню. А, есть. Если мне тут понравится еда, это будет мой любимый пляж. Потому что на самом пляже, вон он, пляж, море, там есть кафе с индийской кухней. Ну, и цены, в общем-то, они недорогие. Такие же, как в Индии, в принципе. Тут есть супы. И тут есть все, что хочешь есть, в принципе. Ты можешь тоже что-нибудь поесть. А, может, заказать себе не острый супчик, друзья. Я заказал суп. Ты давно здесь не ел супа. И вот я приехал на пляж сюда. И тут я смог найти себе суп в этой кафешке. Ну, довольно большое кафе. Здесь много места, где посидеть можно. Это ресторан, прям. Это ресторан, да. Там вот ребята сидят, парень и три девушки. Они здесь. Поели, теперь можно искупаться. Опять я забыл название этого пляжа. Как он называется? Панадура, а. Дурапана. Дурапана. О, смотри. Какой. Ну, он не в очень таком состоянии хорошем, этот пляж. В смысле, вот это все разломано. Никому не надо, никто тут не заботится о нем особо. Можно здесь тоже снимать какой-то фильм такой про постапокалипсис. Эти качели, карусели вот такие. Хотя есть вот ведра для мусора, пожалуйста. Есть где посидеть, скамейки. Устроиться работать спасателем сюда и жить вот в этой вышке. Прекрасно. Куда мне вообще показалось? Очень нежно. И песок другой здесь. Там, видимо, был пирс, остатки какого-то сооружения в воде. Это вот. Почему Венера была без рук? Потому что, когда скульптор ее делал, она ему сказала, что это без рук. Вон там беседка, там я переодену, пойду плавки. Что здесь? Я надеюсь, это не туалет. И здесь можно переодеться будет спокойно. Да, здесь чистенько. Нормально. По крайней мере, это не туалет явно. Она твердая такая, как эта, знаешь? Твердая, да? Ну, она не как у нас, знаешь, такие, которые совсем как желе. А эта как бы такая. Это же у нее вот эти щупальца. Она кверх ногами лежит. Вот эти. Да, она кверх ногами лежит. Жалищие, которые вот эти штуки. Да, да. Да. Поехали еще мокрый. Назад, назад. Назад. Ни туда, ни обратно вообще. Да? Ни туда, ни обратно вообще. Ну, такой поезд просто. Здесь смотри, какие вагоны маленькие. Вчера тоже такой вентилятор. А вот вентилятор крутится. О, какой. Но нам места нет, мы и стоим. Ну, ничего, постоим. По-моему, парень идет, продает все, ананасы таскает здесь в поезде. Это вот почему-то только ананасы здесь они и таскают. Ананасы. Вот я вижу в окнах только море. Он как будто так и говорит, Саша. Ананасы, ананасы. Вот этот дом мне нравится. Классный. Какие-то растения растут на крыше. Деревья. О, ничего себе, сколько их, смотри. Шесть. People's Bank. То есть, Народный банк. Привет. Попка-дурак. Да, научим. Говорит, попка-дурак. Попка-дурак. У меня в детстве вот такой был. А потом его кот съел. А, да? Ага. Вот такой был, желтый. А это вообще какие-то, смотри, кто это такие маленькие совсем птички? Это типа калибрии, что ли? Канарейки. Да ладно. Я не разбираюсь. Другие категории. Это белая птичка. И это белая. И это белая. Да. Найс. Я люблю этот маленький. Пинчеры. Маленький совсем. Видите, пинчеры. 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 Дом на дереве. Вот о чем я говорил, что можно дожить на таком дереве. Вот такой дом строишь. И там классно. Вот он. 177 автобус. Домой едем. А тут аквариум. Мы в аквариуме едем. Прикольный синий. Он как бы еще из-за темненной такой, да, какой-то? Наверное, из-за того, что темный цвет. Да. Не отражающий. Аквариумные рыбки. О, какие здесь русалки над нами-то. Посмотри. Да, русалки я и не приметил. Самого главного ты не приметил. Русалку. Да. Там вон русалочка сидит какая в оранжевом. Я сейчас иду по своему району. Здесь, в Коломбо, где мы живем с Сашей. Иду я в сторону супермаркета. Там есть такое кафе с кондишкой. Где можно посидеть и попить кофе, капучино. И просто поесть. Я сейчас туда иду. Иду пешком. Здесь примерно полтора километра. Вот в таком районе я здесь живу. Хороший коттеджный такой поселок. В пригороде Коломбо. Здесь приятно жить. Здесь свежий воздух. Нет такой загазованности. Как как ближе к центру города. Ну, не то, что даже к центру. А если выйти на большую дорогу. Вечером где-то часов в пять, в шесть. Вот когда час пик. Там очень трудно дышать. Большая загазованность. Это один из недостатков этого города. Очень много у города преимуществ. И очень многое мне здесь нравится. Но вот один из недостатков это пробки. И большая загазованность в час пик. Действительно, вот вы едете в автобусе. Все окна открыты. И трудно дышать. Думаешь, ну быстрее, боже, приехать. Вот сюда, в этот район здесь. Нормально, свежий, прекрасный, хороший воздух. Я в шляпе, друзья. Не потому, что я считаю, что это красиво. И у меня такая прекрасная, очень красивая шляпа. Нет, это необходимость здесь. Меня эта шляпа спасает. У нее широкие поля. И она мне спасает лицо от солнца. Потому что тут очень активное солнце. Если вы сюда приедете, вот в это время, это сухое время, когда нет дождей. И такое солнышко каждый день. Лучше вам использовать шляпу. Или вот под зонтиком ходить. Даже местные люди, видите, вот сзади меня тетушка, она под зонтиком тоже. Хотя у нее темная кожа, она более адаптирована к этому солнцу. Тропическому. Но даже они ходят вот в этих, ходят под зонтиками. Потому что для кожи это очень плохо. И вот чего я вам не советую, так это лежать вот так на пляже целыми днями. Под этим солнцем. Вы можете утром, я думаю, часов до 10, не больше. И вечером после 4 немного, немного побыть на солнце, искупаться. Но не более. Здесь. Это вам не наши широты. Средние. Здесь солнце очень активное. Небольшие покупки. И вот сзади меня как раз этот супермаркет. Наш любимый здесь супермаркет Cargill's Food City. Косватте. Косватте это вот этот райончик. Косватте. А супермаркет здесь вот еще один есть. Точно такой же. Этой же компании принадлежит Cargill. Через дорогу, через квартал. Ну, как бы вот через дома вот эти. Там еще один. Номер один, этот номер два. Этот побольше. И здесь есть кафе. В этом кафе можно посидеть в прохладе, под кондиской. И я прихожу сюда пообедать, попить капучино. Потому что вот в этом нашем райончике, ну, это фактически единственное место, где можно хороший, настоящий попить капучино и совершенно недорогой. Вот видите, машины здесь тормозят, когда я перехожу. В Индии это немыслимо. Там никто не пропускает пешеходов, которые идут через дорогу даже на пешеходных переходах. Если нет светофоров. Вот здесь виноводочный магазин справа от меня, ну, для вас слева будет. Вот здесь можно купить пивка. 220 рупий этих местных стоит банка пива местного производства. Вот здесь, благодаря глобализации, на этом островке Шри-Ланка, есть прекрасный супермаркет Cargill, недорогой, где я могу прийти попить нормального капучино за 1 доллар. По-моему, для меня это прекрасно, вот глобализация. Ничего не имею против абсолютно. В любой стране прийти с картой виза или мастер-карт и расплатиться без всяких денег в нормальном супермаркете, в хорошем. Посидеть там в прохладе и выпить чашечку хорошего кофе. Такси Uber работает как часы, друзья. Очень хорошо. Ни разу еще не было какого-то облома у меня с Uber. И ни разу я не садился в этот тук-тук, эту маленькую таксишку, просто так на улице. Потому что сразу дороже, я как-то в центре спросил, сколько будет стоить доехать вот сюда. Вот в это место он мне говорит 2000, сразу сходу. Халлоу. Вот этот дядечка, он всегда здесь стоит. Сколько бы я ни ходил здесь, вот он всегда здесь стоит. Ну, такое ощущение, что он больше ничего не делает, только здесь стоит. И каждый раз он со мной здоровается, кланяется и спрашивает, а куда ты идешь? Каждый раз. И каждый раз я ему отвечаю, я иду туда. Он говорит, окей. И вот в следующий раз с супермаркета я пойду опять по дороге, он опять будет спрашивать, куда ты идешь? Такой классный дядечка. Еще ни разу не было так, чтобы Uber меня подвел. Как в Индии, бывало, что не приезжал таксист, я потом отменял. А здесь все как часы, потому что, наверное, не знаю, здесь тоже много автомобилей, но не так много, как в Индии все-таки. Но местами здесь огромные пробки. Ну, еще один плюс Коломбо это то, что здесь очень хорошо работает городской транспорт, автобусы. Можно вот на этих автобусах уехать куда угодно, на пляж на какой-то отдаленный уехать, просто по городу ездить. Вот сюда можно на автобусах, причем на нескольких автобусах приехать в этот район. И еще очень хорошо то, что все эти автобусы корректно отображаются на картах Google. То есть маршрут свой. Карта Google выдает вам маршрут, как доехать из одной точки города в другую на автобусе. Ну, и бывают сбои там какие-то. Ну, какие сбои? Не то, что сбои. Иногда автобусник, он здесь может поехать другой дорогой какой-то. Не той, которая обычно для него там предназначена. Я не знаю, по каким-то своим причинам. Может, где-то пробки или там какие-то изменения в маршруте у него все-таки бывают. И Google этого не отображает. Бывает так. Но в основном, я даже не знаю, что бы было, если бы не было вот этих Google карт, как бы я ездил здесь. Как бы я узнал, где мне, на какой автобус садиться. Ну, можно было, конечно, спрашивать у людей, записывать на бумажке. А так все очень удобно. И плюс еще поезда, которые здесь ходят, они тоже отображаются все в картах Google. Можно через них прокладывать себе маршрут на поездах. И вот так за разговорами постепенно я уже дошел до дома. И, может быть, я прямо вот здесь, даже не заходя домой, сейчас сяду. Видите, здесь у меня такая веранда. Ну, я вам все это показывал уже на самом деле. Вон кресло-качалка здесь. И кресло-не-качалка, и столики. Можно здесь посидеть. Так и сделаем сейчас. Можно снять шляпу. Солнце уже не светит. Кресло-качалка. Продолжение следует...